Бунтарь в тюремной робе впрочем, после этого боец на свободе пробыл недолго, годом позже, 9 марта 1978 года, он ввязался в кровавую драку. По некоторым данным, молодой человек ступился за свою девушку, которую пытались обидеть хулиганы, однако сам попал на скамью подсудимых по статье 206 УК РСФСР хулиганство. Кроме того, положение парню усугубило то, что при задержании у него обнаружили пистолет. Где боец разжился огнестрельным оружием, он пояснять отказался. Приговор суда, 3 года лишения свободы, не вызвал у него никаких эмоций. Но случилось так, что на волю он вышел лишь 20 лет спустя. Оказавшись за решеткой, боец умудрился организовать бунт в колонии. Всего за год Сергей обзавелся большим авторитетом среди арестантов. Те зауважали его в первый же день, когда он содрал с роба нашивку с порядковым номером ЗК и отказался от всяческих контактов с администрацией. В момент, когда сокамерники бодро перечисляли заглянувшим в камеру надзирателем своей статьи УК, бойцов стоял молча, а прямые вопросы к нему просто игнорировал. Работать арестант также напрочь отказывался. За такое неповиновение боец был неоднократно бит и подолгу гостил в карцере. Но каждый раз, возвращаясь в камеру, он брался за старое. Кончилось все тем, что арестанты, воодушевленные таким примером, решили массово поддержать уважаемого имя бунтаря. Восстание было успешно подавлено, а зачинщик снова попал под суд. Поскольку во время тех событий были серьезно ранены надзиратели, в качестве подарка к Новому году бойцов получил солидную прибавку к сроку – 15 лет. Этот приговор был оглашен в Иркутском областном суде 28 декабря 1979 года. Вскоре после вынесения сурового вердикта случилось еще одно неприятное для арестанта событие. Его перевели в так называемую Тобольскую крытку – одну из самых страшных тюрем СССР. О зверствах, которые творились в ее стенах, в преступном мире ходили легенды. По слухам, осматривая прибывших новичков на предмет проноса запрещенки, тюремщики могли вырвать у зека золотые короньки или, заставив испражняться в их присутствии, требовали, чтобы арестант промыл свои фекалии через сито. Путешествие в карцер, которое и так лишено всякой радости, в Тобольской тюрьме и вовсе напоминало пытку времен Инквизиции, перед отправкой в крошечную промозглую коморку, которая либо была по щиколотку полна ледяной воды, либо преднамеренно заселена крысами, провинившегося заключенного заставляли раздеваться до гола. Смерть сидельцев никого не удивляла, такие происшествия запросто списывались на несчастный случай. Продолжение следует...